Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и мы продолжаем нашу карьеру за Дортмундскую Барусью. Перед началом этого видеоролика я хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал Рынки. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплей на Ютубе, буду рад от всех там увидеть. Ну и также, друзья, у меня к вам просьба. Скорее всего, мой канал попал под теневой бан Ютуба из-за каких-то вот их соображений, алгоритмов Ютуба. Поэтому поддержите, пожалуйста, мой канал, поставьте лайк под это видео, напишите комментарий, больше шести слов, хотя бы написать, кого вы хотите видеть в Дортмундской Баруси, либо какие-нибудь новые рубрики на моем канале. Поэтому я все комментарии читаю, практически всем адекватным комментариям отвечаю, поэтому буду рад за вашу поддержку. Ну что же, переходим к выпуску, к матчам сегодняшним. У нас четыре игры. Одна в Лиге Чемпионов против Бешикташа, выездная, а также выездная игра против Армении в чемпионате. Гостевая кубковая игра против Униона Берлина и домашняя против Кюльна. То есть соперники очень слабые, именно немецкие. Но вот в Лиге Чемпионов у нас проблемы большие. Как вы видите, хоть мы выходим сейчас из Лиги Чемпионов, но мы еле обыграли Спортинг и проиграли Аяксу. Я уже не помню, с каким счетом, но проиграли там Аяксу на легендарном уровне сложности 2-4. Вот, поэтому я снова поменял, кто не знал, сложность на мировой, во всех абсолютно моих карьерах. Поэтому вот как так, потому что понимаю, что легендарный уровень сложности это еще вообще не мое. Поэтому вот как-то так. Сейчас у нас, кстати, бомбардир лучший. Это Крещон Роналду, Эрлин Холланд и Джонатан Давид. Вот, из Лилии, из Манчестера, из Баруси. Вот три наших бомбардиры. Ну вот, давайте перейдем сейчас на пресс-конференцию, поотвечаем на вопросы журналистов. Итак, вторая победа поможет вам приблизиться к выходу в плей-офф Лиги Чемпионов. Сможете выиграть? Ну, это всегда непросто. Ответим действительно так. Хотя сейчас будем играть против Бешикташа. Они два матча своих проиграли и Спортингу, и Аяксу. По сравнению с клубом Баруси Дорманд, Бешикташ считается более слабой командой. Это означает ли это победу клуба Баруси Дорманд? Нам нужно действовать более собрано. Тоже так ответим, потому что у нас какие-то проблемы в Лиге Чемпионов. Ваша команда показывает довольно нестабильные результаты. Ну, игроки в скором времени, я надеюсь, выправят игру. Поэтому вот как-то так. Отстрелялись на пресс-конференции. Ну, посмотрим. Надо сейчас набирать очки. Желать, чтобы Аякс проигрывал в своих матчах, чтобы нам выйти с первого места и полегче соперника в плей-офф. Ну, вот он состав Бешикташа. Не знаю, у кого здесь можно выделить вида. Пьянич, Хачинсон, капитан Тейшера в нападении Гизаль. Поэтому вот. Как-то так. Ну, естественно, мы будем играть первым составом. Состав. На ваших экранах, кстати, я не понял, почему у меня Аканджи и тут, и тут. Не знаю, там либо травма, либо может кто-то на предупреждении сидит. Ну, посмотрим после. Хотя и сейчас можно. Где наш центральный защитник? Давно, потому что не записывал. За году. А у меня его в принципе, что ли, нет? Хотя нет, вот. Ну, это значит во втором составе, потому что у меня Аканджи и Хумельс, это два основных. Значит, там за году и Панграчич. Наверное, из-за того, что Панграчич там удаление вроде какое-то было. Вот это я помню. Поэтому поехали. Бешикташ, Баруси, третий тур Лиги Чемпионов. Ну что же, мы в Турции. Бешикташ принимает Дорфундскую Барусию. Очень нестабильны у нас результаты, особенно в Лиге Чемпионов. Потому что даже на мировом уровне мы вот против Спортинга сыграли сколько там? 4-3. Но вот Аяксу на легендарном проиграли 4-2. Ну и на легендарном мы также проиграли несколько матчей. Вроде как проиграли в Бундеслиге. Поэтому там теперь тоже нужно набирать нам очки. Ну вот как-то так. Вот как-то так много на пропускали. Поэтому надо сейчас постараться забить много Бешикташу. Поехали. Эрлин Холланд. Неплохо через Ройса. Ройс на Эрлинга. У Эрлинга получается. И можно забивать. Отлично. Очень хорошо сейчас получилось. Причем наш первый вроде удар в створ. Ну замечательно. Баруси выходит вперед. Холланд забивает в третьем матче подряд в Лиге Чемпионов. Это уже пятый гол норвежца в этой Лиге Чемпионов. Ну замечательно. Просто здесь уже, наверное, от усталости Баруси. Из-за того, что уже полчаса отыграли. Ни одного удара не нанесли. Поэтому я и рискнул с такой дистанции. И вот получилось. Холланд отлично вложился в этот удар. И все. 32-я минута. Эрлин Холланд открывает счет. Снова Холланд. Снова вот такой вот интересный заброс. Здесь Белингем. Джан не забивает. Ну-ка, Аройс. А у Ройса все-таки получилось. Здесь отлично отыграет на добивании. Уходим на перерыв. Я надеюсь, сейчас за вот эти вот пару-тройку минут ничего не произойдет. Возле наших уж точно ворот. Поэтому 2-0. Очень даже хорошо играем в Турции. Ну и впервые. Мы вроде как вообще вышли вперед. Мы ни разу не забивали первыми. Не против Спортинга, не против Аякса. Но вот. Еще и Ройс забил для себя дебютный гол. Неплохо так отыграл вот этот момент. Пас через дом. Эмри Джан находит паса Малина. И Малин. Все. Здесь уже Эрлин Холланд забивает. 3-0. Дубль норвежца. 61-я минута. Но вот здесь все-таки получилось. Вот здесь получилось вот этой вот уверенности. Как раз нам и не хватало в Лиге Чемпионов. Просто достичь первой такой уверенной победы. Потому что мы ее всегда и пропускали. Первыми особенно в матче со Спортингом и с Аяксом. Но вот здесь практически один за другим. Мяч залетает. Просит уже на себя этот пас. И подача на Малин. И это 4-0. И это 4-0. 85-я минута. Вот так вот и нужно было играть. Вот так вот и надо было. Но стоит заметить, что каждый матч по Руси Дортмунд в этой Лиге Чемпионов, по крайней мере, в первых трех. Очень забивной голевой. 4-3 сыграли со Спортингом. 4-2 проиграли Аяксу. Вот сейчас громят Дешикташ на выезде. То есть очень много мячей. Ребята молодцы. Ну и Холм сегодня. Дубль плюс голевую сейчас еще на Малина оформил. И все. Финальный свисток. Наконец-то. Уверенная, разгромнейшая победа в Лиге Чемпионов. Ну все-таки четвертую строчку обыграли. И слава богу, что против них у нас два матча подряд. В третьем и четвертом туре Лиги Чемпионов. Поэтому как раз наберемся этой уверенности, я надеюсь. И сможем дать бой. Во-первых, Аяксу отомстить. Но во-вторых, более уверенно отыграть против Спортинга. Так, что у нас по ХГ? Давайте посмотрим. Мы на 4 мяча только наиграли. Бешикташ на 1. Поэтому где-то хорошо у нас оборона отыграла. Ну что же, вот Холланд 10.0, естественно, оценку получает. Дубль плюс голевая. Также Малин 1.1 и Ройс 1.1. То есть вот три этих парня. Холланд, Малин и Ройс сегодня просто сделали игру. Ну и Хумлин 6.6 оценку получает. В принципе, к обороне у меня нет вопросов. Потому что ни одного мяча не пропустили, слава богу. Поэтому все супер. Так, Малин. Я просто хотел вас поблагодарить за время, которое вы мне отводите на поле. Действительно, очень рад. Горжусь. Ну так, в принципе, он у нас основной нападающий. Прекрасная победа тренера, я же говорил, что помогу команде. Но это-то понятно. Молодец тоже ему скажем. Бюрки же у нас вроде основной. Или там и Кобель, да, кстати. Поэтому, ну, как только Кобелю получше будет Бюрки играть. В принципе-то я не знаю. Бюрки 30. Кобелю 23. Вот. У него форма плохая. У Бюрки хорошая. То есть вот так вот. Статистику бы я еще сейчас посмотрел. Где вот можно... Да, вот. У Кобеля 195 сантиметров рост. У Бюрки 187. Тут тоже вот такой вот вопрос, конечно. Но давайте все-таки отдадим дань уважению Бюрки. Поэтому пусть пока что будет он у нас. Тем более у него и форма получше, нежели чем у Кобеля. Как только Кобель будет выше рейтингом, ну, значит, уже будем его ставить. Ну, кстати, из-за потери очков мы никуда-то и не сдвинулись. Мы все так же на первом месте. Так, Чехия нам сейчас предлагала стать главным тренером сборной. Мы отклоняем. Бранд. Бранд хочет поиграть. Я подумал, ну, действительно, Бранд будет играть. Потому что он у нас Цапник во втором составе. Так, а что у нас в принципе-то было? 3-2 Майнцу. 3-2 Аугсбургу проиграли. 4-2. Ну, и там Барусин. Ну, то есть у нас было бы хорошее сейчас преимущество в 6 очков. В итоге мы его просто растеряли. И сейчас мы делим первое место с Лейпцигом. Тут у нас лучший бомбардиры Холланд и Марлен по 5 забитых мячей. Вот. Но сегодня они оба не примут участие. Будет играть у меня второй состав. Что у меня здесь? Труфер? Труфер? Вот. Кстати, Буаду. Вот этот парень очень неинтересен. Давайте вот этого тоже сейчас посмотрим. Потому что его подписали из PSV или из Фейнерда. В общем, из голландского чемпионата в Монако. Как раз, я не знаю, в этом сезоне, в прошлом. Но он мне очень нравился по прошлой... В прошлом году в PS21. Я его покупал в стримовую карьеру в Ювентус. И парень прям забивал. Ну и в принципе в FIFA тоже говорят, что неплохо прокачивается. Поэтому вот вместо Тайкса... Я не знаю, у меня Тайкс-то вообще выставлен там на трансфер. Потому что надо его бы уже скорее выставлять. Того же Реньем, я не знаю. А Реньем у меня вообще играет сейчас или нет? Нет. Поэтому давайте я лучше бы... Вот вместо этого... Тайкса Реньем бы даже ставил. Без разницы. Это поинтереснее в любом случае будет. Нежели чем за Тайкса играть. Который мне вообще в принципе не удовлетворил своими результатами. Вот. У нас деньги-то вообще есть. Не знаю, зачем так много, правда, в зарплатный бюджет. Я не знаю, сколько там он может потребовать. А мне кажется, вот так вот даже хватит. 64 миллиона на Буаду зимой. Можно постараться его вот подписать. Поэтому Тайкса я выставил на трансфер. Выставил же, да, выставил все. Поэтому вот как-то вот так. Сейчас вторым составом. Вы его видите на своих экранах. Кстати, надо сейчас, да, посмотреть. Пангратич там готов или нет. Да, все, вместо Аканжи мы его ставим во второй состав. Но скорее всего из-за вот этого удаления. Он и был у нас в принципе не в составе. Все, играем против 15-й строчки. Арминия, Борусия. Ну, здесь у нас только Ренье, Сабасла из-за того, что они на своих позициях играют. Минус один всего лишь, но постараемся. Дождь на стадионе. Поехали. Итак, Арминия принимает Борусию в девятом туре Бундеслиги. Интересно, как сегодня сложится игра. Все-таки играет первая строчка. Хоть и форма плоховатая у Борусии. Они три подряд матча проиграли до этого. Вот два в чемпионате, один в Лиге Чемпионов. Но все-таки сейчас обыграли 4-0 Бешикташ. В Лиге Чемпионов разгромили. Поэтому посмотрим, как будет сейчас выступать. Дорфунская Борусия Тайкса сегодня мы не увидим в составе. В составе у нас нападающий Мадридского Реала. Ну, там даже, не знаю, как их расшифровывается позиция ЦФД центральный форвард добивающий или как. Я всегда так почему-то расшифровывал. Но посмотрим, как они сегодня отыграют. Сегодня у нас и Колу Муани в старте и Рынье. В принципе, у нас Росликов-то таких и нет. Но на дальнюю. На дальнюю и Панграчич забил. Вот так вот. 23-я минута. Там 24-я уже была. Панграчич открывает счет. Отличный навес у нас на дальнюю пошел. Панграчич вернулся в состав. Пропускал вроде предыдущую игру против Майнца, наверное. Или, ну да, в принципе, он против Аугсбурга, я так понимаю, получил удаление. И вот здесь вот так вот. Отлично. Прямо над вратарем, под перекладину. Но прошивает Артегу Морена. Хороший удар нашего центрального защитника. И это его первый гол в Бундеслиге. Поздравляем. Тренер в любом случае доверяет молодому вратарю. Потому что будущее нужно уже... О будущем нужно думать. Уже сейчас и Соба Слайс забивает. Отлично. Бранд хорошую передачу отдает. Вот Соба Слайс кому-то названивает. Я не знаю, может быть, Манчестер Юнайтед, в Барселону, в Реал. Не знаю, куда этот парень хочет. Ведь только вот недавно он перешел в Барусию. На их фоне можно вот прямо с ними идеально прогрессировать. Ренье между ног пытался сейчас пробить. Ну-ка, вот здесь Даут. Ой-ой-ой, вот этот вот опасный. Какой-то вот обидный на самом деле. Рикошетно забивает Даут. Кстати, у него капитанская повязка. Надо бы, я не знаю, там Брандун, к примеру, отдать. Вот странно, что Даут с ней. Но вот на таком рикошет здесь и Ренье хотел между ног забить. Вратарю не получилось, но вот здесь вот... Не знаю, либо на Дауда запишут, либо автогол. Все-таки на Дауда. Бранд на Колуму Ании. Тот на Ренье. Ну и все-таки должен был этот парень забить. Уж в таком-то матче, когда забивают тут практически все его Тренье. Давайте уж будем рисковать и выпускать его на поле чаще, хоть и не на своей позиции он играет. Все-таки Цабаслая же выпускаем. Поэтому он в любом случае получше будет, нежели чем тот же вот Тайкс. Поэтому очень хорошая передача. Ну и здесь вот аккуратно разложил. Вратаря и мяч. 4-0. Так, Колуму Ании. Заброс на Бранда. Ну здесь и в дальнюю надо, и все отлично. Все отлично. 5-0. 76-ая минута. Бранд забивает. Тоже для себя сегодня первый гол в этом матче. Но сейчас посмотрим, какой он в принципе забил. Нет, или нам не покажут. Обидно. Ренье. Ну вот смотрите, что творит этот парень, а. Ну что он делает? Ну что он делает? Еще и на Дауда отдает. Ренье не пожадничал, отдал на Дауда. У которого, кстати, уже есть сегодня забитый мяч. Но в любом случае, голевая передача для Ренье тоже неплохо. Он вообще дебютный гол сегодня проводит в Бундеслиге. Вот, поэтому гол плюс пас у него. Защитник. Шульц. Через Бранда. Ну а здесь еще и Ренье забивает дубль. 7-0. 89-ая минута. Барусия забивает абсолютно, мне кажется, все свои моменты. Главное, чтобы это были не последние голы и матчи такие. Но в любом случае, Ренье тоже отлично записывается в команду. На выезде Барусия разгромила Армению. С счетом 7-0. Сейчас посмотрим. Во-первых, по XG всегда интересно посмотреть, наиграли ли мы в принципе на эти 7 мячей. Я вам больше скажу, мы на 8 наиграли. Ну и Армения, можно сказать, если округлять в большую сторону, то на 2. Поэтому там у нас и Кобель хорошо отыграл, и защита. Поэтому ребята молодцы. Ну и игроком матча признан Бранд. Все-таки у него гол плюс 3 голевые передачи. Но также 10-0 получил оценку Ренье. Забил 2 мяча. 1 гол забил Сабаслай. 2 Даут. Пан Грачич. 1 гол. 2 голевые у Колома Оникса. Странно, что он сегодня не забил. Хотя все-таки высокорейтинговый форвард именно во втором у нас составе. Но странно. Так, Бранд. Я действительно ценю то, что вы прислушиваетесь. Замечательно. Твоя игра действительно вдохновляет. Я бы тебя вообще сделал бы капитаном второго состава. Но вот все-таки Ренье. Замечательно. Он переквалифицировался форварда. Поэтому это нам вообще супер. Теперь он у нас будет играть. Идеально, я надеюсь. В принципе, он так. С вот этой формой минус 1 или настроем. Он забил дубль и голевую отдал. Так, что у нас здесь? 14, 14, 15. Я не знаю даже. Надо ему что-то вот со скоростью рывков. Вот ловкач как минимум. Давайте ему поставим. Пусть попрокачивается. Так, у нас обновлен ежемесячный отчет скаута. Давайте посмотрим. 77 нет. 73 нет. 79 тоже нет. 86 тоже нет. 74 нет. Ну, очень плохо поработал скаут наш в этом месяце. У нас сейчас игра в кубке. Но я выпущу, естественно, второй состав. Потому что у нас следующая игра сегодня. В сегодняшнем выпуске будет последняя против Кёльна. Мы сыграем вторым составом. Потому что у нас дальше идет Лига Чемпионов против Бешикташи. И вот нам не надо действительно набирать очки. Не буду я там еще рисковать, выпуская второй состав. Поэтому все. Играем против Униона. Берлина. Первым составом. Так, там еще Кобель не прокачался. До 81-го. Поэтому дождь на стадионе. Поехали. Ну что же, Даниэл, не знаю, Даниэл Малин забил 3 мяча в 3-х последних матчах. Не помню, когда он вообще что-либо там забивал. Не помню, даже в Лиге Чемпионов-то он забил или нет. Вроде один только мяч. Ну да ладно. Унион против Баруси. Второй раунд Кубка Германии. Поехали. 0-0. Биллинге. Эрлинга Холланда. Отличный Эрлинг. Справляется. Ну и все. Ну здесь надо забивать. Эрлинг с правой ноги. Ну супер. Почему так нельзя было в первом тайме отыграть? К своим болельщикам на выезде, естественно, подбегает Эрлинг Холланд. Отблагодарил их за то, что приехали на стадион. Ну супер. Очень здесь хорошо. И защитники мимо все попролетали. Ну и нерабочей правой ногой. Эрлинг Холланд забивает. Ну для нас это вроде первый матч вообще в Кубке Германии. Поэтому, в принципе, первый мяч Холланда, да, в Кубке Германии. Холланд. Через Биллингема. Ну и Джуд Биллингем забивает. Во. Отлично. Тоже давайте с болельщиками отпразднуем. 2-0. Биллингем увеличивает преимущество. Вот таким парашютиком, который у меня чаще всего там, не знаю, 95% из 100. Но у меня получается забивать такие. Уверенно. Вызная победа. Я ожидал большего. Мне кажется, сейчас там по их джиму где-то на 5 мячей наиграем. Ну вот реализация нас, естественно, подвела во многих аспектах. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Да, на 4 мяча мы наиграли. Ну и у него на 1. Поэтому там Бюрке и обороне большое спасибо. Ну и что по игроку матча, к примеру. Лучшим стал Холланд. У него гол плюс пас. Ну также, кстати, гол плюс пас у Биллингема, которого мы заменили. Но и не из-за игры я его заменил, а потому что он устал. Ну и худшим, так можно сказать, стал Мюнье. 6,3 оценку получил. Но в принципе, у нас очередной сухой матч. Уже третий подряд. Ну, пойдет, пойдет. Ну что же, нам добавили 274 тысячи евро за выход в следующий раунд. В третий. Кубка Германии. Так, ну и пусть у меня тренируется сейчас первый состав. Кстати, мы вышли на первое место, на чистое, в 2 очка опережаем Баварию. Там Лейпциг потеряли очки. Ну и сейчас у нас последний матч на сегодняшний выпуск. Борусия против Кёльна. Мы будем играть вторым составом. Они идут на 12-й строчке, поэтому надо постараться. Просто показать свой хороший футбол. Поехали. Ну что же, Сигналы Дуна Парк. Десятый тур. Борусия против Кёльна. Интересная сегодня встреча, потому что в предыдущем матче Борусия переиграла. Соперника именно в Бундеслиге. 7-0. Обыграли Армению на выезде именно этим составом. Ну вот у первого состава как-то не вышло показать голевой футбол. Всего лишь 2-0. Они обыграли Унион Берлин во втором раунде Кубка Германии. Ну, в любом случае, поздравляем их с выходом в следующую стадию. А Рынье мог сейчас сразу же выводить команду вперед уже на пятой минуте. Но Тима Хорн потащил этот удар. Шульц на подаче. На дальнюю так пошел. И снова пангранчить. Вы посмотрите, что творит этот парень. Он второй матч подряд забивает первым ударом. Естественно, надо побежать ко мне. Естественно. Он получше многих нападающих в Бундеслиге, мне кажется. С такой-то статистикой 2 матча подряд он забивает с углового. Надо обязательно на него навешивать. И может быть в каких-то матчах, когда мы, не дай бог, будем проигрывать, выпускать пангранчича на те же угловые. Но я не знаю, какой у него рост там вообще. Мне кажется, не такой уж и шикарный. Но вот прыжки, наверное, игра головой за предельный уровень. Два мяча в двух матчах подряд в Бундеслиге забивает пангранчича. Отлично. Так, ну и забросик. Здесь неплохо. Вот и пангранчича везде успевает. Везде. Хоть и удалился он на прошлом стриме, в прошлом выпуске. Но все-таки показывает свою готовность забивать, играть. Потому что хоть и забил пангранчич в прошлом матче, он еще и насухо отыграл. 7-0. Разгромили Армении. Но вот сейчас тоже должны постараться, потому что мы три матча не пропускаем. Сейчас четвертый, последний в этом выпуске, поэтому надо постараться. Фомин! Хорошим пасом находит Доминик от Сабаслая. Ну что будет? Подача, но... Не знаю, здесь Колуму Ани выиграет вверх или нет. Выиграет снова Фомин. И с левой ноги, и с левой. Но здесь Хорн потащил. Но вот добивание. А вот добивание Колуму Ани не справился и пробивает не точно. Спокойненько. Кайнс. И что это пенальти? Вы серьезно? Еще и Пан Грачич. И гол забил, и пенальти сейчас привез. Но давайте посмотрим. В принципе-то было или нет. Какое-то касание, возможно, то и было. Но чтобы ставить за такое пенальти, но он еще же и стоял долгое время. Но сейчас Кобель должен спасать, я надеюсь. А он просто даже не забивает. Но угадал Кобель тоже все. И силу удара, и направление. То есть, ну... Вытащить бы он вряд ли вытащил, кстати, из девятки. Но... А вот опасный момент. Потащил Кобель и Пан Грачич на вынос. Отличный. Из пустых ворот практически, можно сказать, последним игроком был. Но забивает. Все-таки Кёльн как-то в девятку тоже таким парашютом. Но как-то у них получилось. Вот это вот обидно. Андерсон нам забивает. Теперь надо вот стараться забить еще, потому что моменты-то у нас возникали. И все. Финальный сысток. Все-таки мы пропустили вот этот единственный мяч за выпуск, который стал для нас роковым. Теряем очки дома против Кёльна. Казалось бы, могли забивать еще. Но сейчас мы посмотрим по СГ. Почему-то там ударов больше даже у Кёльна. Мы наиграли на два мяча. Кёльн на три. То есть, по факту, мы должны радоваться вот этой ничьей. Хотя по СГ Кёльн должен был выиграть. Но они и пенальти-то не забили, может быть, из-за этого. Вот как-то так. Игроком матча в любом случае стал Пан Грачич. На него голевой отдал Шульц. Вот. Ну и худшим игроком стал Мори. Не знаю. Не из-под его уж точно там позиции. Не с правого фланга. Обороны нашего забивали. Поэтому как-то там с центра даже пошло. Так, нам приходит предложение по Капитану на матч. Хюмельса, говорят. Это про второй. Я не знаю. У нас Ройс Капитанский все-таки должен стоять. Или так. Прицельный лидер. Давайте все-таки не Ройсу уже дадим Капитанскую повязку. А Хюмельсу. Потому что у него есть эти качества. Поэтому мне кажется, что-то из-за этого влияет. Потому что кто-то мне писал в комментариях. Отдай повязку Ройсу. Хотя она у Ройс это в принципе и была. И давайте во втором составе я тоже бы посмотрел. Так. 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 Ну смотрю, что-то вообще ни у кого нету, да? Вот этого вот лидерства какого-то. Так, у Кобеля что здесь нету? Я бы Бранту тогда бы здесь бы отдал. Потому что не знаю. У меня как-то больше доверия именно к Бранту. Вот как-то так. Ну что ж, друзья. На этом все. В следующем выпуске мы опять же начнем матч. Матчем с Бешикташем. Мы, кстати, сейчас вышли на первое место. Я правильно понимаю, Спортинг обыграли Аякс. Вот посмотрите, у трех команд по шесть очков. Да, Спортинг минимально переиграл Аякс. Поэтому вообще супер. Мы вышли на первое место. Лучший бомбардир сейчас Холланд. У него шесть забитых мячей. Замечательно. Всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей и канал Футбол. Это ожиданная встреча, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok